В Российской Федерации действует несколько команд. Первая команда занимается фронтом, вторая команда занимается дипломатией, третья команда занимается обходом санкций, получением плюса от санкций, как бы это странно ни звучало, и экономикой. Так вот, если у первой и у второй швах, хотя первую пытаются сейчас выбить люди немножко с другим пониманием, более молодые, более какие-то раздупленные, вторая команда забыли, третья команда у нее получается. И получается постоянно, получается регулярно. То, что произошло буквально вчера, это очень важно, друзья. Это важнее многих поражений. Поэтому вот это экономическое вытягивает первые две. Смотрите, в свое время Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки были стратегическими партнерами. Но они по сути и сейчас являются стратегическими партнерами. Но некоторые действия, которые происходили со стороны Штатов в отношении Саудовской Аравии, короче, в их отношениях, да, говорят о том, что Саудиты не будут, как Европа, к примеру, выполнять любое указание Белого дома. Это очевидно. Весенний рост цен на нефть свыше 120 долларов за баррель негативно повлиял даже на крупнейшего добытчика США. Цены на бензин по сравнению с предыдущим годом выросли на 60%. 5 долларов за галлон. Что сделала власть Байдена? Они видят цены такие, распечатали стратегические запасы. Это позволило снизить цены на бензин. Но при этом государственные запасы сократились до минимума за 40 лет. Входящие в ОПЕК страны во избежание спекуляций договариваются о объемах добычи нефти. В условиях войны Российской Федерации и Украины, конечно же, договор Байдена с Путиным нереален. Поэтому Байден напрямую отправился в Саудовскую Аравию с целью того, чтобы договориться за то, чтобы нефти добывалось больше, чтобы опустить цену на оную. Тем самым, конечно же, сделать хуже России, лучше себе. Идея очень понятная. Понятно, да, добыли больше нефти, цена на нее снизилась. Но вот фишка в том, что за 4 года до этого, в 2018 году, произошли некие события в консульстве Саудовской Аравии. Там убили журналиста Хашоги. Говорили потом, что убили его случайно, что это просто драка была и в драке там убили. Непонятно потом, что за манипуляции делали с телом, для чего его пытались растворить, разрезали на куски и так далее. Понятно, что это было политическое убийство. Хашоги критиковал наследного принца и за это его убили. Тогда у власти был Дональд Трамп. Дональд Трамп, случайное убийство, понятно, да. Можно было, в принципе, с учетом того, что делают штаты, можно было сказать, что такое подлое самоубийство. Даже можно было сказать. Сам бросился в кислоту, ну и пытался сам себя разрубить на части. И это бы влезло. И на это бы никто не обратил внимания, если бы не те же самые штаты. Потому что демократы начали говорить, алло, алло, посмотрите, что делают республиканцы. Боже мой, посмотрите, да это же политическое убийство. Посмотрите, там казни за гомосексуализм, там монархия, там постоянно нарушаются права человека. Трамп, ты не молчи. Ну и Трампа, по сути, вынудили. И Трамп был вынужден признать, что на самом деле Ближний Восток это отвратительная часть мира. Под давлением международной общественности саудиты провели свое расследование, виновных нашли, казнили их, а принц избежал ответственности. Более того, в 22 году он стал премьером. Но некую грубость в душе затаил. К тому же, вскоре после инаугурации Байдена в 21 году, США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии. И вот уже через год Байден едет просить Ибн Салмана о помощи. Чем разозлил? Всех. Причем на встрече с принцем поднимается вопрос Хашоги. А кроме того, Байден говорит, что в личном разговоре с Ибн Салманом, он ему сказал, мол, типа, да, я таки считаю, что Саудовская Аравия, это власти виноваты. Это ваша ответственность и все такое. Саудовская Аравия отрицает, что такой разговор был, а Байден стоит на своем? Нет. Я ему в лицо сказал, кстати, я должен заметить, что, может, Байден с кем-то и разговаривал, но не обязательно это был принц. Журналистам он заявляет, что не жалеет о своем обещании о стране-изгое, а произошедшее с арабским коллегой назвал возмутительным. Я неизменно поднимаю тему прав человека, моя позиция по Хашоге всегда была предельно ясной. Если кто-то не понимает этого в Саудовской Аравии или где-то еще, он плохо осведомлен о положении дел. Ну, получается, что президент поехал договариваться о помощи к Саудитам. В итоге очередной раз оскорбляет принца. И до этого, если попытка навязать свои ценности в Афганистане закончилась просто катастрофическим провалом и катастрофой, то здесь чего-то того же следовало и ожидать. И вот 3 августа состоялось 31 совещание министров 23 стран представителей ОПЕК. И что там происходит? То есть, вы помните, их просят увеличить добычу. Они говорят, слушайте, у нас мощностей маловато. И объясняют это. Почему мощностей маловато для увеличения добычи? Потому что до этого вы же тупорылые. Ну, они так не сказали, но я уверен, что подумали. Или как Лавров даже подумали. Вы же до этого требовали, чтобы мы инвестировали в зеленую энергетику. Мы инвестировали. Вот, смотрите. Ветер не дует, к сожалению, поэтому ничего не получилось. Но мы убрали инвестиции из развития нефтедобывающей отрасли. Поэтому, извините, друзья, но мы можем вот на такую капелюшку поднять добычу. На 100 тысяч баррелей в день. Ну, это реально чисто посмеяться, знаете. 5 октября. Наступает 5 октября. И вот тут вот уже прихлопнуло шоком, как говорится. Потому что те же страны ОПЕК договариваются сократить добычу нефти. И сократить существенно на 1,2 миллиона баррелей в день. А может даже больше. Но, кстати, генеральный секретарь ОПЕК затроллил журналистку, обвинившую организацию в картельном сговоре и попытках использовать нефть как оружие. Он ей сказал, у всего есть цена, в том числе у энергетической безопасности. Ну, это же то же самое, что мы постоянно слышим от европейских чиновников. Вот цена. Вы платите цену там за электричество в 18 раз больше. Ну, и что? А кто-то платит жизнями. Ну, здесь, по сути, он и ответил то же самое. Конечно же, это в чистом виде троллинг. И, конечно же, это шок. Что происходит у Российской Федерации? У Российской Федерации, помимо провалов на фронте, есть еще и дипломатические проблемы, конечно же. Мы можем посмотреть на тот же Казахстан, который до недавнего времени сидел, высматривал, что там, как там. А теперь началось. И в ответ на требование выслать украинского посла, который заявлял просто чудовищные вещи, Казахстан реально вызвал МИД уже самого российского посла, заявив ему о неуместном тоне. Страны отказываются от платежной системы МИР, боясь попасть под санкции. Иран публично выступил против референдума на юго-востоке Украины. Все это происходит не просто так. Это все, конечно же, связано с ситуацией на фронте. Конечно же, все это как... Недалеко ушли от того же Киплинга. Они все вокруг и смотрят, промахнется Акела или нет. Опа, есть. Акела промахнулся, а мы уйдем на север, как говорится. И поэтому можно на него наброситься. Наброситься, потому что он, возможно, стал стар или слаб. И тут Эль-Риат и Москва сближаются. Причем в таком серьезном секторе. Financial Times теперь ожидают каких-то неназванных контрмер США. CNN сообщает, в Белом доме решение ОПЕК сочли враждебным актом, полной катастрофой. А состояние работников администрации характеризуют как панику. Байден сказал, что он разочарован. И теперь из-за того, что нефть подорожает, от этого пострадают самые нуждающиеся страны. По всей видимости, он имеет в виду поднуждающимися странами. Понятно, не страны Африки. Там ездят на велосипедах. А скорее всего страны Евросоюза. Потому что если раньше США обещали, что они будут передавать какие-то излишки нефти странам ЕС, для того, чтобы те справлялись, то сейчас самим не хватит. По информации Bloomberg, Белый дом запросил у Минэнерго анализ, что произойдет в случае запрета на экспорт нефтепродуктов из страны, в том числе бензина и дизельного топлива. Но это еще не все. Потому что глобальный кризис сейчас усугубится. Потому что есть Китай. И Китай, очухавшись от пандемии, наращивает обороты своих нефтеперерабатывающих заводов. Им понадобится нефть. Нефти меньше. А тут еще и Китай всасывает. Что будет с Европой? Как вы думаете? Буквально параллельно со встречей ОПЕК, Евросоюз на уровне послов согласовал 8-й пакет санкций против РФ, связанных с попытками аннексировать территорию Украины. Пакет включает в себя потолок цен на российскую нефть. Но это же не все, друзья мои. Потому что в декабре вступает в силу ОМРИЯНЕ эмбарго наконец-то на поставки российской нефти по морю в страны ЕС. Та езжем из Добулы наконец-то. Получилось. Ай, молодцы. А что теперь делать? Саудовская Аравия и Россия, в принципе, ну, и никто не скрывает, что этот сговор, ну, это понятно, что это действительно сговор, договоренность, ударили по рукам, связан именно с этими дебиловатыми санкциями. Никто этого не скрывает. Но что будет дальше делать Европа? Допустим, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии признают, что вообще понятия не имеют, как потолок цен будет работать вообще. И опять-таки, повторюсь, самая пострадавшая получается Европа. Евросоюз, который выполнял любые хотелки Соединенных Штатов и в очередной раз сам себе выстрелил в ногу. Но я даже не знаю уже из какого, это уже не 38-й калибр и даже не 45-й, это как гранатомёт. Потому что в ближайшее время странам Евросоюза придётся узнать, как жить вообще без энергоносителей по любой цене. И, конечно, можно было бы сказать, о, хотел бы на это посмотреть, я, к примеру, тут живу. Я вас уверяю. Ну, десятки миллионов людей на это посмотреть не хотели, не хотели бы. А придётся, по всей видимости. Однозначно, это безбашенно сумасшедшая победа Российской Федерации. Но, как всегда, как всегда страдают те, кто бездумно выполняет чужие указания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова